Мои подписчики попросили меня прокомментировать деятельность пророссийских каналов, таких как гиперборейчики, айранчики, всякая аблизоидно-путиноидная шушера в Казахстане по поводу такого нешуточного зуда против перевода Казахстана в единое временное русло. То есть правительство Казахстана хочет, чтобы Казахстан был всегда единым, целым, неделимым, в том числе и в временных параметрах. Пытаемся ввести единый часовой поезд на территории всего Казахстана. Это непростое решение, для этого нужно проявить очень много усилий, потому что это дело касается не только Казахстана, но и мирового сообщества. Нужно как-то на мировой арене тоже постараться оформить все нужные документы, подать во все нужные международные организации, оформить все это правильно. Это большая работа, которая требует больших затрат, не только временных, не только свое личное время потратят наши чиновники, но и финансовые затраты. Наши, значит, наши с вами отчисления налоговые в бюджет Казахстана, все это будет потрачено. И вот все эти путинские пророссийские деятели, такие как гиперборейчики, айранчики, все хотят, чтобы эти деньги влетели в трубу, да, и вылетели пустым выхлопом с другой стороны. Вот это основная их деятельность, подрывная экономическая деятельность в Казахстане. Вот ради этого их и спонсируют из Кремля. Что нужно знать, да, жителям Казахстана, которые не понимают, когда вот эти вот путинские агенты начинают промывать гражданам Казахстана мозги, полоскать казахстанцам мозги. Они говорят, что это очередной эксперимент над бедными, несчастными жителями Казахстана, что чья-то вот нежная психика не выдержит этого перевода, как же так. Есть три вещи, о которых забывают говорить все эти путинские деятели. Вот, например, первая вещь, да, все опять в очередной раз забыли про Китай. Замечательный пример. Китай, большая страна, простирающаяся с востока на запад. Кто не знает этого, откройте карту мира, атлас мира, там, глобус посмотрите. Сверху у Китая частично находится Россия, там, Дальний Восток, Восточная Сибирь. В России помещается пять часовых поясов над Китаем. Пять! Но, кто не знает, вот открою страшную тайну для моих слушателей. В Китае с самого первого, чуть ли не с первого дня приобретения независимости, китайские власти сразу на всей территории страны ввели единый часовой пояс. И никто не жаловался, никто не спрашивал, почему, зачем. Все и так было понятно. Для построения великого Китая, чтобы Китай был единым, неделимым, нерушимым государством, с единой системой управления, чтобы все вместе жители Китая в одно время вставали, приходили на работу и уходили с работы. И это дало свои плоды, да, как мы видим. Китай за все это время своей независимости стал действительно великой мировой державой. Ничего плохого в этом плане для Казахстана я не вижу. Если это поможет Казахстану стать великой хотя бы региональной державой, только флаг в руки нашему правительству и вперед. Это первый факт, да, вот. Абсолютная амнезия у наших пропутинских деятелей, гиперборейчиков, айранчиков и так далее. Это вот простые сравнения. Казахстан-Китай, допустим. Второй факт, о котором умалчивают старательно, да, наши путинские деятели, он совершенно очевиден. Это то, что Казахстан теперь будет работать в другом временных измерениях, в других временных измерениях, чем Россия, которая вот с давних советских времен сопряжена, очень плавненько сопряжена вот с северным соседом. Одно и то же время было в Павлодаре в Омске, одно и то же время было в других приграничных с Россией территориях. А теперь будет другое время. Вот как же так? Вот эти вот старые советские традиции ломаются. Ну, это же неприемлемо для наших путинских агентов, гиперборейчиков и айранчиков. Это для них большая трагедия. Безусловно, это для них большая трагедия. Но они почему-то опять об этом умалчивают, да. Не хотят они сообщать жителям Казахстана, что Казахстан будет жить в других часовых поясах, многие казахстанцы, чем Россия. И это один из признаков независимости, независимой политики, аккорды от Кремля. Это не укладывается в их вот эти вот ложные утверждения о том, что Токаев лежит под Путиным якобы, подчиняется Путину. Они хотят его выставить марионеткой Кремля, чтобы весь мир как бы отвернулся от Казахстана, чтобы бросил этот Казахстан в руки Кремля. Ну, об этом вот, об этом, о том, что если Казахстан ведет единый часовой пояс на всей территории страны, это очевидный шаг в сторону от Кремля, вот очевиднейший пример независимости, независимой политики Казахстана. Ну, об этом они тоже умалчивают на своих каналах. Это вторая откровенная ложь в уши казахстанцев из уст путинских агентов, гиперборейчиков, айранчиков, аблизоидов, путиноидов и так далее, и тому подобное. Ну, и третье, да, третий самый интересный факт, это призыв. По сути, вот, переход на единый часовой пояс, это такой неочевидный, но очень важный призыв ко всем странам Центрально-Азиатского региона к единению. Вот, когда Казахстан перейдет на единый часовой пояс и будет жить по единому времени на всей территории страны, мы не такая уж большая страна, как, допустим, Китай. Китайцы при этом спокойно живут в едином часовом поясе, спокойно ощущают себя единой нацией. Уж, по-моему, казахам надо брать пример с Китая, вот, в этом плане, да, вот, стать единой нацией. И это только, и это не просто пример самим себе, это пример всей Центральной Азии. Вот, когда, вот, Казахстан перейдет на единый часовой пояс, допустим, вот, Узбекистану и Киргизии станет немножко странновато, да, вот, Узбекистан живет в одном часовом поясе, Киргизстан живет в другом часовом поясе, по старой советской традиции, а казахи живут при этом спокойно, будут жить при этом в одном часовом поясе. Вот, как-то, вот, Узбекам и Киргизам станет, вот, непонятно, да, вот, казахи сумели объединиться, создать единое, общее, тюркское временное пространство, а они до сих пор не сумели. Вот, это будет такой неочевидный такой, но очень правильный, позитивный пример для всей Центральной Азии, что нужно объединяться. Я считаю, что когда-нибудь не только Казахстан перейдет на единый часовой пояс, но и все тюркские страны Центральной Азии должны это сделать, в том числе и Узбекистан, и Киргизстан, и Таджикистан, и Туркмения, все мы должны жить в едином часовом поясе. Это такой вот призыв ко всем лидерам Центральной Азии быть едиными. Неочевидный, но, по сути, вот он такой является призывом. Вот в такой вот форме, временной форме, я бы сказал. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии, подписывайтесь обязательно на мой канал, и до новых скорых встреч!